Истинная мать возглавила проведение третьей детской службы Хёджон-Нури, святого сообщества Небесного Родителя. Фестиваль открыли своими зажигательными танцами дети Хёджон-Нури. В своем приветственном слове генеральный директор доктор Юн Йон Хо поделился трогательным свидетельством о программе и попросил нас аплодисментами поблагодарить истинную мать за такую радость. Хёджон-Нури Хёджон-Нури В роли Хёджон девушка из церкви Чен Бо Гун рассказала о своем сне об истинной матери. Во время сессии свидетельство Хёджон супружеская пара Ли Де Ре и Миха Кубота, родители семи детей, рассказали о своем путешествии и посвящении общественной жизни вместе с двумя поколениями своей семьи. Мун Шэн Чюль и его жена Чан Жи У зачитали увлекательные рассказы об истинной матери, которая щедро и без границ отдает все, что может. Эта история призывает всех нас набраться решимости жить, следуя примеру жизни матери. Драма Хёджон была продолжением истории Шин Хэн Пу Джон. На этот раз она описывала историю Шин Нол Пу Пу Джон. Нол Пу получает наказание за то, что сломал ласточки ногу, а Хэн Пу спасает его своим прикосновением, и он решает жить с новым отношением сердца. Бережливый дух Нол Пу с его экономическим подходом сочетается со стремлением Хэн Пу отдавать, и такая синергия ведет к лучшей жизни для всех. В рамках мероприятия представленного публики было проведено Бинго Хёджон, отражающее содержание мероприятия. В игре участвовали представители разных регионов с помощью связи и соответствующих карточек Бинго. Подсчет результатов велся путем сложения очков миссий, которые завершили семь миссий из девяти номеров и завершили Бинго. Победителем стал четвертый регион. Директор Юн Юн Хо вручил награду вместо истинной матери. Фестиваль завершился красочными поздравительными номерами. И с заключительным словом выступил Ли Син Хе, директор, отвечающий за планирование и руководство фестивалем Хэджон Ну Ри. Он объяснил детали планирования этого фестиваля. «Этот фестиваль представляет собой богослужение, целью которого является распространение сути культуры Хэджон в трех поколениях одной семьи. Мы хотим, чтобы наши дети росли, осознавая ценность синовния любви Хэджон. Поэтому этот фестиваль будет распространяться на церкви и, конечно же, на глобальные регионные миссии». В конце фестиваля Хэджон Ну Ри истинная мать позировала для памятной фотографии комплекса Хэджон Чэн Вон в осенних красках. Истинная мать посетила Чэн Чэн Гун, дом Хан Вон Джип, дерево Хэджон и другие места, где она молилась об исполнении божьего провидения. О фотосессии в осеннем пейзаже напоминала о теплых материнских объятиях в погожий день. Материнская любовь ощущалась, как теплые солнечные лучи. Дереву Хэджон 79 лет. Его высота составляет около 32 метров, а окружность ствола 3,5 метра. Оно величественно возвышается у пешеходной тропы Хан Вон Чон Нгиль. 15 ноября прошлого года мать назвала этот вяз деревом Хэджон. 14 октября этого года, придя туда, мать сказала, что у того, кто в молитве будет ходить вокруг этого места, здоровье улучшится во всех аспектах. После фестиваля Хэджон Ну Ри мать также позировала вместе с членами перед деревом Хэджон. Фотографируясь рядом с истинной матерью, члены не смогли скрыть свои радости. 29 октября в культурном центре Хэджон прошел шестой форум мира за небесную Единую Корею. Этот форум, организованный UPF в Сеуле и Инчоне, был посвящен формированию внутренней и внешней основы для построения счастливых семей, здорового общества и мира во всем мире. Александр Воронцов, директор департамента корейских и монгольских исследований Российской академии наук и института востоковедения, выступил с докладом, в котором заявил, что Россия поддерживает мирное воссоединение. В то время как президент Ким Хан Чжэ призвал быть очень реалистичным в стремлении к идеалу видения Единой Небесной Кореи. Доктор Джун Сон Бе, объясняя видение Единой Небесной Кореи, отметил, что, учитывая логическую структуру и истинность этого видения, его можно представить как решение проблемы воссоединения Кореи. Дневное заседание открылось чтением стихотворения, посвященного воссоединению, а затем выступили ораторы из Сеула и Инчона, рассказавшие о видении Небесной Единой Кореи. Региональный запредседатель Джу Джен Се предложил создать Всемирную Организацию Семьи. Есть надежда, что видение форума Небесной Единой Кореи, которая является частью учебного процесса, станет движущей силой новой надежды для Кореи. В Бенине был проведен семинар по вопросам образования для создания благословленной семьи. На семинаре были даны инструкции о трехдневной церемонии, значении начала супружеской жизни и традициях для восемнадцати семей, которые завершили сорокадневный период разделения после благословения. Эти семьи подтвердили свою приверженность усердному сотрудничеству с проведением. В Бенине четвертый особый духовный семинар Чан-Бо был проведен в благодати Бога и истинных родителей. Родительская любовь была темой онлайн-фестиваля, организованного Федерацией семей Азиатско-Тихоокеанского региона-1. Участниками фестиваля стали 4000 человек из 20 стран этого региона. Региональный председатель Дэмиэн Данкли описал родительскую любовь как водопад любви и ядро вертикальной любви. Фестиваль предоставил возможность соединить участников с Богом и истинными родителями посредством свидетельств сыновней почтительности от счастливых международных семей, художественных выступлений и супружеских историй от парки Джон. Международная штаб-квартира Федерации Женщин провела вебинар на тему «Роли молодежи в семье и обществе». В нем приняли участие 265 человек из 58 стран. Были представлены переводчики на 6 языках, а также группы из 4 человек, которые выступили с докладами, а затем провели сессию вопросов и ответов. Этот вебинар проводила команда молодых специалистов. Эта команда была сформирована в марте этого года в качестве международного стандарта с целью проведения культурной дипломатии в качестве творческого мозгового центра и вносит свой вклад в прогресс Федерации Женщин. Первый оратор Ракель Шин подчеркнула, что семья является источником нашего счастья и имеет важнейшее значение в жизни. Последний оратор Бруно Сантос подчеркнула важность образования и ответственность за образовательные инновации, которые лежат на молодежи. Было проведено голосование по темам, которые будут обсуждаться на будущих вебинарах и стала очевидна приверженность молодежи достижения мира. В Корее состоял церемония открытия церкви Масан. Истинная мать купила здание в Масане два года назад и примерно через 4 месяца ремонтных работ, проведенных благодаря искренней предности и вкладу прихожан, наконец-то можно было провести церемонию открытия этой церкви. На церемонии глава церкви Масан от имени всех прихожан выразил свою глубокую благодарность за истинную материнскую любовь и заботу. Он пообещал, что он и все члены церкви будут всегда помнить слова истины матери о том, что наливать новое вино нужно в новые мехи и будут вкладывать тело и душу, чтобы воздавать славу небесному родителю и дарить ему радость. В Японии 39-й фестиваль Сонхва прошел в префектуре Гумма. Этот фестиваль, который проводится каждый год, в этот раз был разделен на две части. Первая проводилась на национальном уровне, а вторая на региональном уровне. Кроме того, мероприятие транслировалось онлайн и в нем приняли участие прихожане из церквей и семьи. Пара преподобного Бан Сан Иль, регионального президента Японии, возложила венки и произнесла слова утешения и признательности за усопших. Затем последовало свидетельство благословленной семьи из поколений 6 тысяч супружеских пар. А затем преподобный Ли Сан Кван прочитал стихотворение, которое он написал по этому случаю. В своей проповеди преподобный Бан Сан Иль подчеркнул, что при сотрудничестве духовного и физического миров, истинного отца на небесах и истинной матери на земле мы одержим победу. Благодаря фестивалю Сан Хва, Япония становится еще более созвучной провидению, которое истинные родители ведут на небесах и на земле. В Южной Америке 34 лидера приняли участие в рыбалке, чтобы унаследовать победоносную сферу событий, которые ознаменовали 9-ю годовщину Сан Хва истинного отца. Участники встретились в Пантанале, в районе, где природа все еще хорошо сохранилась, чтобы рыбачить на Паку, Суруби и Дорадо. Это была драгоценная возможность пережить исторические моменты, которые переживали там истинные родители, когда они посвящали искренние условия молитвы и преданности Божьему провидению. Кроме того, участники получили огромную милость с небес, приняв участие в особых семинарах Чен Бо, проводимых в образовательном центре Жар Кин, в которой истинная мать определила как южноамериканский филиал тренировочного центра Эйджей Чен Бо. Юбилейная церемония 40-летия Института Истории Сан Хак состоялась в доме Хан Вон и транслировалась в режиме онлайн, регистрируя участие членов комитета по сбору данных по всему миру. Институт Истории Сан Хак был создан в 1981 году для сбора, обобщения и сохранения материалов об учениях и жизни истинных родителей, а также для использования в качестве учебных материалов. Господин Йон Жен Хон, директор Института, подчеркнул усилия своей команды, которая помимо сохранения и цифровки данных, также разрабатывает контент, который может быть использован будущими поколениями социологами. Он также упомянул о создании местных комитетов по сбору данных по всему миру, которые будут отвечать за сборы и сохранение данных, связанных с основными провинциальными мероприятиями, проводимых на местах. Затем награды были вручены тем, кто пожертвовал Институту хранилища и цифровое оборудование. Мы молимся, чтобы Институт Истории Сан Хак продолжал свою работу более 100 и даже 200 лет и превратился в ключевой орган провинциальной истории, который будет верно свидетельствовать об истинных родителях во всех уголках мира. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok